У нас работала рамка, ничего не хотите оставить. Я вас предупреждаю, в соответствии с пунктом 65, если вы найдете у меня запрещенные предметы, вы хотите срочно-миналтарей. Прокажите, пожалуйста. Каждый из учеников знает, что если у него найдут шпаргалку или мобильный телефон, сразу попросят из класса. На этот случай в 44-й гимназии, так же, как и в любой российской школе, перестраховываются. В коридорах стоят устройства для блокировки мобильной связи. Обычные заглушки, которые установлены регламентом. Технические характеристики у всего оборудования по всему региону одинаковы. Я думаю, так и по стране. Поэтому это обычная процедура, такое количество заглушек. А еще по регламенту школьники сдают ЕГЭ в чужой школе. Дарья Горшкова училась в 12-й. Делится, что ей шпаргалки совсем не нужны. Каждую неделю я обязательно прорешивала по 10 вариантов. А сегодня я уверена в себе и надеюсь, что я все хорошо сдам. Настроение отличное, волнение чуть-чуть присутствует. Но я уверена, что все будет хорошо. А вот Кирилл Шишлов немного переживает. Говорит, что подготовиться мог бы и лучше. Этот урок будущему юристу в дальнейшем пригодится. Волнуюсь, конечно, но как-то даже не знаю. Хочется очень хорошо знать, потому что все-таки время было потрачено много. И от этого зависит, ну, близне на путь. В качестве одного из наблюдателей за ходом ЕГЭ глава города Виктор Карамышев. Впервые в такой роли. Сначала проходит инструктаж. У нас экзамен сегодня проходит в девяти аудиториях на третьем этаже. 107 человек пишут историю. Время 3 часа 55 минут. Для себя Виктор Карамышев поставил задачу поддержать ребят, а не только фиксировать нарушения. Если где-то, ты даже знаешь, ну, ты заволновался, начинаешь забывать то, что, казалось бы, помнишь, как отче наш, как дважды два. Бывает такой эмоциональный зажим. Вот хотелось, чтобы ребят сегодня этого не было. Чтобы они раскрылись полностью. Единые государственные экзамены для курских школьников будут проходить в течение всего июня. Анастасия Бабир, Сергей Дорохов, События дня.